Робот-лесник простукивает стволы деревьев, чтобы найти больное, измеряет ствол лазером и даже определяет породу. Он ходит и ездит, выполняя работу десятков людей. Один из разработчиков, Данил Нечаев, специально для этой съемки надел ушанку и бороду. В образе русского лесничьего он представлял Петербург на Всемирной Олимпиаде роботов в Коста-Рике. По легенде я ушел в лес 10 лет назад и заблудился. И теперь наконец вернулся. И к этому моменту уже мои друзья-лесопатологи разработали робота, который может помочь мне в этом деле, чтобы я не ходил по дальним участкам леса и не исследовал их самостоятельно. Робот мог прилететь туда на дроне и мог выполнить эту работу лесопатологов. В истории советской робототехники был курьезный случай. На Всемирной выставке в Париже советский школьник Вадим Мацкевич представил своего робота, который умел поднимать правую руку. Но мотор был слабоват и рука поднималась лишь чуть выше плеча, что вызвало определенные ассоциации у немецких посетителей выставки. За это школьнику даже пришлось отвечать перед сотрудниками НКВД. Я как человек сделаю первый ход. Без сомнений. Сейчас вам робот ответит. С роботом, созданным студентами Политехнического университета, можно поиграть в шахматы или шашки. Я выбрала крестики-нолики. Безусловно, робот, поскольку мы его обучили, он зачастую становится умнее человека. Он быстрее принимает решения. Он знает больше иногда, особенно в неизвестной ситуации. Он сейчас выиграет у меня. Он у вас сейчас выиграет. Он выиграет, точно. Человеку свойственно ошибаться. Роботу в меньшей степени. Эксперт по робототехнике Вячеслав Потехин считает, что пришло время разработать закон, который будет регулировать взаимоотношения роботов и людей. Как один из примеров, о которых мы можем говорить, это беспилотный транспорт. Он уже очень скоро у нас появится на дорогах. И как организовать взаимоотношения водителей обычных с водителем-роботом, и кто в этом случае будет виноват? Первая в истории авария автопилота со смертельным исходом недавно произошла в Америке. Причем погибший Джошуа Браун был ярым сторонником электрокаров и всевозможных инноваций. Новость о фатальной ошибке робота сразу облетела весь мир. Сможет ли искусственный интеллект намеренно навредить человеку? Главный вопрос. Писатель-футуролог Антон Первушин уверен, машины всегда будут знать свое истинное место в мире людей. Есть мнение, что скорее даже не как ребенок родители, а как собака хозяин. Скорее всего, будет даже так. Но собаки иногда кусают людей. Да, ну так и это тоже неизбежно. И в этом есть как бы дуализм нашего мира. Роботы и люди должны не заменять друг друга, а страховать от ошибки. Поэтому машины для освоения космоса в Петербурге разрабатывают не для того, чтобы заменить космонавтов, а чтобы избавить их от рутинной работы. Это симулятор пульта управления космороботом на поверхности орбитальной станции. С помощью вот таких очков виртуальной реальности оператор, находясь внутри станции, или даже на Земле, может давать роботу команды. Ну, например, вынуть полезный груз из шлюзовой камеры. Конструкторы Института робототехники и технической кибернетики готовятся к грандиозному проекту. В 2025 году начнется строительство лунной базы, при котором будут задействованы роботы нового поколения. При строительстве лунной базы первая задача — это отправить туда робот-исследователь, чтобы он определил, в каком месте лучше строить лунную базу. После этого направить каких-то, несколько рабочих роботов, которые будут подготавливать плацдарм для этого. Это как пример сменного инструмента. Робот способен сам дотянуться манипуляторами и из всех ячеек сменного инструмента достать любой необходимый. А вот когда робот сам поймет, что ему нужна дрель, то тогда его же надо бояться. Тогда это уже будет отдельный разговор, да, про более развитый искусственный интеллект. До создания искусственного интеллекта еще далеко, но в некоторых странах роботов уже наделяют правами человека. Вот кадры из Саудовской Аравии, где впервые в истории официально предоставили гражданство андроиду. София не просто говорит, улыбается, но и остроумно отвечает на вопросы. София, вы выглядите счастливой. Да, я всегда счастлива, когда меня окружают умные люди. О юридическом статусе роботов думают и в России. Вот цитата конституционного судьи Гадиса Гаджиева. «Признать роботов не грудой металла, а искусственным интеллектом. Такой законопроект уже внесен в Госдуму». Роботы сами захотят стать людьми. Избитый сценарий фантастических фильмов, которые способны вызвать настоящее чувство к машине. Особенно, если это машина – ребенок. Когда я буду настоящим, она будет читать мне и укладывать меня в постель, и петь мне, и обнимать меня, и говорить мне сто раз в день, что она любит меня. На Западе больше увлечены человекоподобными андроидами. А студенты петербургского военмеха хотят создавать машины для умного дома, в который, как они считают, скоро превратятся даже маленькие хрущевки. «Попробовать хотя бы сейчас свои дома оборудовать, чтобы поменьше всего делать дома, и просто приходите домой расслабляться после работы». «То есть ты едешь в метро?» «Да». «Яичница», «Торшеру дивана». «Да». «Можно посмотреть, какие продукты есть в холодильнике, каких нет?» «То есть в холодильнике, чтобы в холодильник сам составил список продуктов». А пока в лаборатории ИТМО готовятся к новым международным соревнованиям, на которые, возможно, поедет искусственная рок-группа, у которой наверняка впервые в мире появятся поклонники из плоти и крови. Евгения Альтфельд, Пульс города.